Привет. Давненько мы не разбирали сайт, а тут такой повод. Студия Лебедева запустила руководство по созданию сайтов и контента для людей с ограниченными возможностями, для фонда соединения. И там, знаете, много всего классного, много плохого, и главная проблема — то, что руководство рекомендует делать, в самом руководстве не сделано. И это доходит до смешного. В общем, мы сегодня с вами разберем этот сайт и поймем, что там правильно, что неправильно, и что с этим можно сделать. Посмотрим на саму презентацию этого проекта. Адаптация сайтов для посетителей с проблемами зрения и слуха, руководство и обучающий сайт. Есть описание, процесс, отзыв. В общем, все нормально, в отзыве даже грамота есть. Ну, такая старомодная, смешная. Давайте посмотрим на саму презентацию. Она, как обычно, очень неплохая. Тут есть все подробности, сама методика, особенности и так далее. Более того, что очень приятно, при подготовке материалах они использовали проект WebBlind, тот самый, который мы помогали с веб-стандартами делать. И, в общем, сейчас он хостится у нас. Настя Суховерхова сделала этот проект довольно давно, и его я действительно могу рекомендовать. Не то, что само это руководство. Ну, наконец-то посмотрим на само руководство. Это такой сайт небольшой, в котором буквально, примерно так же, как на WebBlind, описаны разные принципы, по которым нужно подготавливать контент, чтобы он был доступный, понятный любым людям с любыми ограничениями, особенностями и так далее. Очень много всего полезного. Мои впечатления от этого руководства можно поделить на две части. Его содержимое и то, как оно реализовано. И если содержимое все в порядке, то есть буквально все, что там сказано, абсолютно адекватно, как использовать разметку, заголовки, подписывать картинки, делать интерактивные элементы и так далее, и так далее, то как это все подано, не выдерживает никакой критики. Представьте, что вы пришли в фитнес-зал, а вам тренер, с трудом вставая с дивана, говорит так, вперед, давай три круга, потом отожмись, подпрыгни, а я здесь пока пончиков поем. Не очень убедительно, да? Ну или вы пришли к врачу, а он такой затягивается сигаретку, курит и говорит, знаете, вот курить страшно вредно, вот вообще вот ужасно, срочно бросайте. Тоже ему как-то вот сложно верить. Но это могут быть какие-то крайние примеры, но вот тут такая ситуация, что когда это руководство пишет про то, что нужно вставлять картинки одним образом, а вставляет картинки другим образом, пишет про семантическую разметку, а семантики там в принципе нет, там абсолютный, ну извините, мусор, а не разметка. Ну ладно, хватит голословить, давайте просто пройдемся по руководству и поймем, какие места сами врут о себе. Ну и декоративный текст, еще что-то такое, так, все нормально, аббревиатуры. Ну, во-первых, тут поехали дурацкие кавычки, ладно, к этому не придираемся. Хорошо, выделяйте определение. Тут пишется, что используйте dfn-тег для определений, а для списка определений используйте dl. И тут приведен пример, что тифлокомментирование — это логичное описание предмета и так далее. Ну, давайте посмотрим, как сверстено это тифлокомментирование. Ну и получается, что это тифлокомментирование — это просто div, просто div. То есть пример списка определений или просто определения дается не теми тегами, которыми рекомендуется выдавать. Ну, ладно, может быть, ошиблись. Хорошо. Ну, вот что важно. Например, заголовок страницы. Важно же, чтобы заголовок страницы был в title. Да, важно, и заголовок всей этой страницы очень описательный. Называется правило. То есть вся страница описывается словом правило, вот не знаю. Хорошо. Язык содержимого. У документа этого руководства есть лэнг, и он ru. Спасибо вам за это. Хорошо. Повторяющиеся блоки. Так, тут более-менее нормально. Поиск содержимого. Ну, хорошо. Изменение страницы. Так-так-так. Верстка. Вот. Семантика. Это моя любимая. Что такое семантика? Это когда вы используете теги по назначению. Есть спецификация HTML, и она рекомендует использовать для определенного типа контента определенные теги. То есть некоторые вещи абсолютно необходимы, чтобы у документа был DuckType, HTML, Body, Title. А остальное оно такое. Ну, можно улучшить интерфейс для пользователя, если вы используете правильные теги. Так вот, когда мы говорим про доступные интерфейсы, там действительно важно следовать рекомендациям спецификации. И это руководство прямо соглашается. Говорит, тегов куча, и все они очень полезные. Используйте их. Ну, давайте посмотрим. Для заголовков используйте теги H1, H5. Соблюдайте четкую иерархию заголовков. Ну, хорошо, давайте посмотрим, сколько заголовков на этой странице. Откроем VoiceOver. И откроем специальное меню с заголовками. Помочь в развитии проекта. На этой странице есть ровно один заголовок. И этот заголовок H1, и он предлагает помочь в развитии проекта. Где он находится? Он находится в самом низу. Абсолютно нерелевантен всему контенту на странице. И это такой, знаете, боковая такая штучка. То есть, заголовков здесь нет. А что здесь есть, кроме заголовков? Ну, давайте посмотрим. Крутим наверх. Начинаем щупать. Правило. Ну, наверное, это главный заголовок страницы. То есть, H1, да? Ну, я так полагаю, вы уже поняли. Нет. Это у нас span. Ну, хорошо. Это у нас ссылка с ролью кнопка с таб индексом 0. То есть, чтобы она была интерактивная, чтобы... То есть, у нее даже хрефа нет. Но есть роль кнопка. И что, и зачем она делает, я отказываюсь понимать. Хорошо. Текст у нас. Это тоже ссылка, у которой роль кнопка. Это тоже ссылка, роль кнопка. И так далее, и так далее, и так далее. Почему-то разработчик решил, что заголовки на этой странице не нужны. Нужны ссылки с ролью кнопка. Потом я разобрался, зачем это нужно. Дело в том, что ссылка много-много лет назад, 10, 15, 20, когда-то использовалась как якорь. И не в смысле якорь вы даете хреф этой ссылке на якорь и можете перейти туда, то есть, внутри страницы прокрутить, например. Раньше ссылки можно было использовать как цель якоря. То есть, одна ссылка была ссылкой на якорь, а другая была самим якорем. Так вот, чтобы вторая ссылка была якорем, нужно было убрать у этой ссылки хреф и оставить только атрибут name. И этот name становился вот тем самым, на который можно было сослаться, и он появлялся как в адресе страницы. Забавно, да? Потом для этого придумали атрибут ID. И если нам этот атрибут ID повесить на любой элемент, заголовок, блок, куда угодно, то мы сможем по якорю перейти на этот ID-шник точно так же. Разработчик этой страницы, верстальщик, технолог, технологами они называют, ребята, в студии, он использовал атрибут, про который забыли все, даже спецификация. Он запрещен, забыт, но здесь почему-то используется. Классная история. Ладно, заголовков мы не получим. Печально. А что мы получим? Ну, например, смотрите, тут есть фрагменты кода. Как вы думаете, как оформлены фрагменты кода? Ну, по-хорошему, их нужно оформлять с помощью специальных тегов. Да, спецификации для этого все есть. Правильно оформить код можно с помощью тега код. Шок, правда? А если вы делаете код не просто в тексте, то есть текст, 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 фрагмент кода, текст, текст, текст. А если вы делаете блок с кодом, где он еще и сформатирован, то есть определенным образом расставлен по строкам, с отступами и так далее, ну, типичный код. В таком случае вам весь код нужно обернуть в тег pre. То есть pre это pre-formatted, а внутри код. То есть какой-то текст со специальным форматированием, чтобы он не переносился, чтобы с ними ничего не происходило такого, а внутри уже вы показываете. Это у меня pre-форматированный фрагмент кода. В общем, это понятно всем поисковикам, скринридерам и разработчикам, в принципе, тоже. Но здесь все, конечно, по-своему. Пощупаем. Инспект. Ну, потому что есть хороший тег. Див называется. Зачем нам использовать другой тег, если есть тег div? И тут каждая строка завернута в свой div, ну, чтобы они переносились, наверное. Я не знаю. И тут еще классы расставлены по типу. Ну, видимо, такая подсветка какая-то. В общем, удивительная история. Здесь не пахнет ни кодом, ни pre, ничем таким. Вот такая вот семантика. Я думаю, вы согласитесь, что навигация — это самое важное, что есть на сайте. То есть если вы попали на этот сайт уже, в принципе, перешли на этот домен, он загрузился. Это успех. Но чтобы вам попасть в нужную часть этого сайта, очень важно, чтобы работала хорошо навигация, чтобы вы могли понимать, какие есть подразделы у этого сайта, чтобы вы могли передвигаться в рамках этой страницы. Поэтому, когда я заглядываю оценивать доступность сайтов, я всегда захожу первым делом в меню, пытаюсь разобраться, что как. И на этом сайте есть бургерное меню. И первым делом, конечно же, ну, может быть, вторым делом, сначала я заголовки пощупал, я пошел смотреть, как оно устроено. Устроено оно странно. Итак, бургерное меню. Нажимаем, открывается. Проблема восприятия, прочувствовать, как это работает, правило помочь проекту. В общем, это вы передвигаетесь по секциям документов. Тут такие вот разделы, и они открывают другие страницы сайта. То есть это местами якоря, а местами подразделы. Ну, хорошо. Открываем, закрываем, открываем, закрываем. Еще можно правила в PDF скачать. Это другая версия, это не те правила, которые здесь. Они чуть более иначе сформулированы, но, видимо, чтобы в PDF были удобно распространять. Хорошо. Меню можно открыть и закрыть. На самом деле, его можно открыть и закрыть из клавиатуры, если сфокусироваться на него. Обычно как? Если меню сделано хорошо, то оно сделано кнопкой. А на кнопку можно нажать как? Пробелом, если она сфокусирована. Я нажимаю пробел, ничего не происходит. Нажимаю Enter, меню открылось. Нажимаю пробел, чтобы закрыть. Хм, не работает. Нажимаю Enter, сработало. То есть, в принципе, меню доступно с клавиатуры. За это большое спасибо. Но вот что с ним не так, почему оно работает на Enter, ну, кажется, я знаю. Инспектируем. И получаем, ну, понятное дело, SVG. Все хорошо. А тут у нас раз, два. Тут просто диф. Простой диф. У него Arial Role Description. Бургерное меню. Навигация по сайту. И там индекс 0. То есть, попадая на этот элемент интерфейса, у которого роль ссылка. Ссылка на что? Здесь нет хрефа, здесь ничего. Ладно. Попадая на него, вы открываете меню. Хорошо, давайте откроем это меню. Закроем. Откроем. Закроем. То есть, сфокусировавшись на этом интерфейсе, вы взаимодействуете с этим дивом. И внутри просто меняются SVG-шки, крестик линеечки, крестик линеечки. И лейбл здесь всегда один. То есть, во-первых, это для вас всегда ссылка, бургерное меню, навигация по сайту. То есть, нажимая на нее, вы пытаетесь перейти по ссылке куда-то. Описание этой штуки не меняется. А по-хорошему, здесь должно было быть открыть меню, закрыть меню, открыть меню, закрыть меню. И это должна была быть кнопка, то есть button или хотя бы roll button. В итоге меню ребята просто не поняли, как сделать. Хотя тут есть раздел, посвященный навигации. И тут говорится, что навигация одинаковая, простая. Для создания меню используйте тег nav и так далее. VisualHead, много всего классного сделано. Но есть здесь что-то такое? Нет. Выпадающее меню есть на странице? Добавьте по родительскому пункту ARIA has popup true. Как думаете, есть она на этой странице? Нет, конечно. Как мы с вами заметили чуть раньше, на этом сайте есть один заголовок. H1, самый важный. Не самый важный, но тем не менее. Есть. И он гласит «Помочь в развитии проекта». И там есть почта, на которую можно написать, чтобы помочь в развитии проекта. И знаете, я спешу это видео и предложу свою помощь в развитии этого проекта. То есть предложу ребятам сверстать бесплатно, просто так, эту страницу, именно так, как она рекомендует верстать. Более того, предложу поправить какие-то места, которые абсолютно нонсенс и не имеют смысла и противоречить всему, что я знаю, и всему, что у нас есть в платформе. Нужно ведь не только критиковать, правда? Нужно еще и помогать. И я с радостью помогу этому проекту, студии и любым желающим сделать доступные интерфейсы. Хотя бы в форме этого видео. Или, может быть, придя вот в такие вот проекты и точечно помогая с их кодом. Ну, это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первым мы увидели мои патроны. Поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в метит позволит нам быть немножко ближе. И мне кое-что приятное для вас сделать. В общем, смотрите по ссылке в описании. Ну, если вам и так нормально, просто подписывайтесь, ставьте лайки, высказывайте свое отношение к этому видео. Мне это тоже здорово помогает. Ну, и давайте обсудим, что вы думаете по поводу этого проекта, доступности в целом и способов, как ее улучшать. Может быть, я не прав. Может быть, я все неправильно понял. В общем, давайте пообщаемся в комментариях. Ну, и увидимся в следующем видео. Пока.